Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома-2. На поляне новая эпидемия. Девушки решительно настроены на пластические операции. Как стало известно из откровений Кати Гориной, она, по примеру Яны Захаровой и Алены Опенченко, тоже решила увеличить себе бюст. Зачем молодой жене Артура Николычука, не так давно отпраздновавшей 19-летия, ложится под нож пластического хирурга. Тем более, что у самой Кати вполне хорошая фигура и с бюстом все в порядке. И в условиях пандемии не слишком ли много рисков для своего здоровья? Похоже, что как раз предложения от медиков поступили для участниц Дома-2, так как девушки уже друг за другом, следуя примеру Кристины и Бухенбалты, собираются изменять свою грудь и другие части тела. Лето условия для полета на Сейшелы. Только после увеличения бюста и преобразований можно будет отправиться на остров любви. Экс-участница Дома-2 Юлия Жукова сообщила в инстаграме, что ей сделали повторную мамопластику. По словам Юли, после пяти лет с имплантами ей нужно было их поменять. И она решила сделать грудь намного больше, чем было. Теперь у меня пятый с половиной размер груди. Мой рост 1,78 м. Ну, не кажется большим. Но могу сказать, что первая ночь после операции была тяжела. Сильные боли, бессонная ночь и потрясающий результат, о котором я мечтала. Как вам размер? Я мечтала последний год откорректировать грудь после похудения. И, наконец, это свершилось. Заодно еще и размер изменили, рассказала Жукова. Появилась новость, что впервые после переезда Дома-2 на канал Ю на поляне появились Илья Ибаров и Настя Голд. Им что-то проект задолжал? Или они появились поддержать своих друзей Мандезира Света Амура и Лешу Безуса, которые теперь усиленно строят любовь на этом реалити-шоу? Такие мнения сразу же появились в сети, как только стало известно о появлении супругов Ябаровых на телестройке. Ведь сам Илья и Настя любовь построили, поженились и утверждали, что у них все отлично. Или закончилась работа на стройке у Ли Ябарова, а ролики с криками о сложностях жизни простого народа от домовского шансонье успеха не принесли. Пришлось вспоминать планы насчет Дома-2, заранее разработанные с Безусом и Мандезиром, чтобы опять засветиться на телевизионных экранах Ябаровым. Рапунцель-младшая приходила, теперь настала очередь Ильи Ябарова и Насте Голд. Юлия Ефременкова сообщила, что до определенного момента жила со Светом Уром, впрочем, ее фанатки догадались об этом. Именно по этой причине они сделали вывод, что появление мужчины на проекте является его местью девушки, либо это какая-то договоренность. Ефременкова начала выходить из себя, ведь ее избранник начал активно флиртовать с Адрианой Утиной. Судя по комментариям Юли, она ожидала от него другого, но мужчина своих обещаний не сдержал. Девушка сообщила, что на проект она возвращаться не намерена, так как давно ведет взрослую самостоятельную жизнь, зря сотрясать воздух она не хочет. Ефременкова обиделась на Амандезира, ведь он говорил очень много громких и красивых слов, но в итоге сильно ее разочаровал. Несмотря на то, что Свет Амур на проекте пробыл не так уж и долго, но вел себя вполне прилично, досталось ему в итоге по полной, это далеко не предел. Чем больше он на проекте, тем сильнее начинает ревновать его девушка. Вероятно, пара просто не может позволить себе свадьбу. Вот они и решили исправить это недоразумение с помощью проекта. Не успела Ольга Рапунцель появиться в инстаграме после месячного отсутствия, как у нее возникла новая проблема. Дело было так. Пару месяцев назад Оля взяла платье на прокат для Василисы, обещала дать ссылку на продавца, сделала новогоднюю фотосессию, а свои обязательства не выполнила. Но сейчас отметка продавцу детской одежды уже не нужна. Праздники-то прошли, она хочет дойти до победного и вернуть стоимость платья. Рапунцель возмущается и удивляется нетерпеливостью клиентки. Удивляет, как в этих историях Оле еще кто-то доверяет. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость с сайта шла к открытию сейшельской площадки Дома-2 не за горами. Желающих жить в тропиках мало. В периметр начали приглашать бывших участников реалити-шоу, которым даже не требуется делать вид, что они строят любовь. Дело дошло до того, что Андрей Черкасов проводит кастинги вместо Нади Ермаковой. В официальной группе телестройки ведущий приглашает амбициозных, интересных и красивых парней занять свое место на реалити-шоу. Пока все попытки руководства привлечь на проект топовых участников привели к тому, что на поляне появился Иван Барзиков и Мандезир, а в гости приезжали поддержать Безуса Илья и Насте Ебаровы. Но самое печальное, что конкурс «Квартирный вопрос» не принес проекту ожидаемые рейтинги, значит бывшие участники тоже не в состоянии сделать эфиры, хотя и новичкам не помогают развиваться и проявить себя. Сможет ли Черкасов с его жизненными принципами и моральными ценностями провести кастинг лучше Ермаковой? В ближайшее время точно узнаем, так как сейчас проходит второй этап сейшельских каникул. Участники снимают короткие видеоролики для социальных сетей. Николайчук ради этого налоса побрился и просит поддержки у телезрителей. В третьем этапе герои телестройки собираются петь, и за этот месяц менеджерам проекта предстоит частично обновить состав участников. Получится ли? Или лучше менять формат шоу и писать новые сценарии? Вынужденно беременна Алена Савкина постоянно поднимает те или иные темы, затрагивающие ее семью в соцсетях. Срочно нужно Рапунцель-младший развивать свой аккаунт в сети Инстаграм. Потому и подняла она вопрос об отношениях тещи и зятя в одной отдельно взятой квартире, где они прекрасно уживаются вместе, доказывает Алена. Если верить этой бывшей участнице, то мать всех Рапунцеля с Ильей Семином подружились. Этот выбор своей дочери она приняла, не считая дни, часы и минуты до переезда в свою квартиру, куда она намерена и собственных родителей забрать. Единственное, что волнует Алену Савкину в этой ситуации, так это предстоящий переезд Татьяны Владимировны. Ведь без помощи мамы ей придется справляться с двумя детьми, рассчитывая только на заботу и поддержку мужа. Еще придется с Афкиной зарабатывать на всех, что уже стало проблематично, а впереди появление на свет второго ребенка и уход за ним. Справится ли Алена без помощи мамы? И действительно ли приняла Илья Семина, мать всех Рапунцелей? Алексей Безус после череды скандальных эфиров с походом в ЗАГС и лавиной негативных комментариев и проклятий в его адрес в сети, решил на время поменять свою тактику. Он составил для себя список черт характера, которые нужно изменить и действует согласно этому списку. Репина тоже изменила отношение к Безусу, начала читать книги. По словам беременной участницы, она слушает видео психолога в соцсетях и записала себе в заметки, как стать счастливой. Таня и Алексей решили попробовать новый формат отношений, постоянно разговаривать обо всем, что тревожит и беспокоит, и думать друг о друге. Она начала о нем заботиться, готовить, уделяет время себе и наслаждается всем происходящим. Добрые и красивые глаза Леши засияли, он начал улыбаться, поняла, как приятно делать человека счастливым и самой испытывать радостные эмоции, признается Репина своим подписчикам, которые жалеют ее и говорят, что нужно уезжать к родителям. Но это невозможно. Как уже были новости, мама посоветовала Тане слушать Алексея и делать то, о чем он ее просит. Работа над собой идет только на пользу, поэтому цените каждый прожитый день и людей рядом. Наслаждайтесь и живите здесь сейчас, советуют Репина зрителям Дома 2. Нужно отдать Тане должное, она не истеричка, не размазня, будет стоять на своем до последнего, поэтому у Репины есть все шансы или изменить Безуса, или сделать его жизнь настолько невыносимой, что он сбежит с проекта в Сочи и больше не появится на телестройке. Как считаете, какой вариант он выберет? Пишите комментарии. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!